МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Человека делают счастливыми три вещи. Любовь, интересная работа и возможность путешествовать". Когда-то сказал русский писатель Иван Бунин. И действительно, с классиком не поспоришь. Ведущие программы Across the Kazakhstan Land Антон и Жултыс продолжают свою увлекательную поездку по бескрайним просторам нашей Родины. В прошлом выпуске мы с вами побывали в удивительном городе с 2000-й истории, в Таразе. Мы посетили парк под открытым небом, древний Тараз, отыскали первую исламскую мечеть на территории Казахстана, а также узнали новые археологические факты. Известие о этом городе есть в первом веке до нашей эры. Это вот историк Баньгу, китайский историк, из такой Хань Ханьшу, исторические записки. Там означает, что гуннский предводитель Чжи, 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 построил квадратный городок Далуйчен. Мы считаем, что посетить Тараз хотя бы раз в жизни стоит. Это будет отличный тур выходного дня. Тараз достиг пика своего развития в 10-12 веках, когда он стал известен как столица караханидов. В средние века город собирал богатую дань с проходящих караванов, развивал ремесла, искусство и культуру. Наш сегодняшний выпуск обещает быть еще более насыщенным и познавательным. Съемочная группа вместе с Антоном отправляется в загадочное место – ущелье Бектауата. Присоединяйтесь и вы к нам. 25 минут пролетят незаметно, а главное – с пользой. Центральный Казахстан – сокровищница природных богатств. Это самое сердце страны. Его площадь составляет почти 400 тысяч квадратных километров. Здесь расположено одно из самых уникальных и больших озер мира – озеро Балхаш – живописный каркаролинский горно-лесной оазис. Ну а любители горного туризма по достоинству оценят хребты Улы-Тау. Проведенные недавно исследования доказали, что через степи Сарарки проходили главные артерии Великого Шелкового Пути. Доказательством этого служат найденные предметы индо-китайского и среднеазиатского происхождения. Этот край с каждым годом набирают популярность среди иностранцев, особенно у европейцев. Они и представить себе не могут, что есть такие бескрайние просторы. Для сравнения, площадь Сарарки равняется площади Испании или Великобритании. Путешествуя по Казахстану, туристы открывают для себя много нового и интересного. Знакомиться с древней культурой наших предков. Для этого многие специально приезжают в отдаленные аулы, чтобы пожить в юрте и полностью окунуться в быт и традиции народа. В Центральном Казахстане у нас, допустим, замечательные объекты. Это Баянаул, Каркаролинск и горы Артау. Горы Артау – это, кстати, не просто, скажем так, даже ландшафтное, интересное место. Это родина Сакена Сейфулина. То есть это вот там, где Сакен Сейфулин родился, там, где были родительские зимовки, их семейные джаляу. То есть там есть памятник ему. И горы Артау, и вот поселок этот Артау. Горы Артау, они вообще уникальны по своей структуре. Опять-таки есть исторический момент, что это самые южные были остатки лагеря Карлак. Наша первая съемочная группа во главе с Антоном как раз-таки уже несколько дней исследует Центральный Казахстан. И сегодня они находятся на побережье озера Балхаш. Этот удивительный край влюбляет себя с первых мгновений и заставляет возвращаться сюда вновь. Работая в городе, всегда хочется найти какую-то отдушину. То есть всегда хочется убежать из мира винтиков, гаечков, именно уйти на природу. Для меня горы – это отдушина. Я очень много, скажем так, посетил наших горных районов в Казахстане, ну и вообще в Азии. И для меня, скажем так, как раз-таки выезд на природу – это единение с природой, то есть это поиск интересных кадров, это поиск интересных состояний погодных, ландшафтных. То есть это там, где ты отдыхаешь, где отдыхает душа. Туристы приезжают сюда не только, чтобы отдохнуть на золотистом песчаном пляже. Главное сокровище Балхаша – урочище Бектауата. В переводе с казахского языка означает «гора святого старца по имени Бека». Местность Бектауата находится в 70 километрах от города Балхаш. Время в пути – полтора часа. Ну что ж, а наше путешествие продолжается, и мы достигли Бектауата – удивительная гора, которая возвышается одиноко посреди степи, всего лишь в 70 километрах от города и от озера Балхаш. Такое ощущение, что здесь явно выводится дракон со своим сокровищем. Ещё как-то немножко прохладно. Это, конечно, не аксоран, но всё-таки стоит поднадеться. Пожелаем удачи! Следите за нашим путешествием по хэштегу «Акроссто Казахланд». Казалось бы, лето, степь, должно быть жарко. Но тут постоянно дуют сильные ветра, поэтому лучше захватить с собой тёплую одежду, особенно если вы захотите остаться здесь на ночь. Также не забудьте о питьевой воде. Благодаря сейчас нынешней программе государства либо ещё каким-то направлениям на туризм начали возлагать какие-то надежды, его развивать. Конечно, все мы понимаем, что это будет очень долго. Ну, как долго? Ну, не быстро. Не быстро точно, потому что это нужно много ресурсов. Но желание посещать места как среди казахстанцев, как и внешние, оно есть. И оно с каждым разом, с каждым годом чувствуется, что оно растёт, растёт, больше и больше становится. Это очень прекрасно. А ещё мы напоминаем вам о конкурсе. Выложите своё фото из увлекательной поездки по Казахстану в Инстаграм, поставьте хэштег «Акроссто Казахланд» и участвуйте в розыгрыше ценных призов. Не упустите свой шанс. В урочище Бектауата удивительный климат с богатой флорой и фауной. С главной карагандинской трассы виднеются лишь верхушки гор. И автопутешественники даже и предположить не могут, какие тайны можно открыть, лишь немного свернув с дороги. Здесь посреди степи раскинулся небольшой лесок, озёра с целебными водами и загадочные пещеры. Одна из таких – Аулиетас. Добраться до неё удаётся не каждому. Для этого нужно подниматься по узкой тропе, проросшей колючими кустарниками. Если вы справитесь с предстоящим испытанием, для вас откроется поистине удивительная сказка. Глубина пещеры составляет около 30 метров. В центре она заполнена водой, которая образует целое озеро. Наука это явление объясняет так. На солнце скалы накаляются, а из-за того, что в пещере прохладно, образуется конденсат. Вода стекает по стенам и тем самым образует водоём. Однако в народе есть своё мнение по этому поводу. Вот такая вот интересная пещера существует на горе Бекта-Алата. Здесь, как гласит легенда, скрывался святой старец Атабек во времена джунгарского нашествия. Ну, для чего он был нужен джунгарам, неизвестно. Но говорят, что когда он скрылся в этой пещере, Аллах дал ему источник воды, чтобы он смог здесь скрываться достаточно длительное время. Археологи же считают, что здесь во времена Тенгрианства существовал культ богини Омай. Собственно, проводились обряды и приходили все жители, чтобы поклоняться именно ей. Кто прав, рассудит время. Скалу назвали в честь старца Бекта-Алата. В своё время он помогал людям, давал советы. Каждый мог поделиться с ним своей проблемой и найти ответы на многие вопросы. И сегодня не зарастает тропа к святому Атта. По сей день женщины приходят, чтобы просить о замужестве, о здоровье детей, уюте и семейном счастье. Я вообще за экотуризм. Всегда хотел, чтобы он развивался. И поэтому хотелось бы именно, чтобы люди посмотрели нашу, именно вот первозданную нашу... Чем привлекательен Казахстан? Это тем, что у нас дикая природа, у нас очень много историй, у нас очень много сакральных мест. И не нужны такие прям огромные расстояния. У нас, в принципе, можно в течение небольшого времени оказаться в разных точках Казахстана и побывать в разных поясах, как вот мои друзья. Ну, думаю, что пока еще нельзя сказать, что у нас прям туристическое направление, все развитое, все сервис на высшем уровне. Это все прекрасно понимаем, что всему надо научиться, всему есть... всему нужно время. Во все века эта пещера считалась особенной. О ней писали даже китайские путешественники. Гунские шаньюи три раза в год поднимаются на гору Гунцы. И там, в священной пещере, духу неба приносят в жертву светло-сивого коня. А также правители и вожди делятся мнениями о государственных делах, смотрят конные и верблюжьи скачки. Несомненно, эта гора хранит много тайн и является ключом средневековой истории. Возможно, в скором времени исследования этой местности помогут найти ответы на вопросы в изучении края. Рядом с пещерой есть большой камень. По форме он напоминает змею длиной в 30 метров. Его так и прозвали – Желантас. Вот мы сейчас находимся рядом с такой, скажем так, жемчужиной посреди степи Пиктауата. Правильно? Да, это... Что вы можете про них рассказать? На самом деле, очень интересное место, и оно привлекает кучу народу, потому что, во-первых, оно находится возле трассы, во-вторых, посреди всей степи, плоской, ужасно плоской степи, это нечто, что привлекает глаз. Сейчас сразу сюда начали ездить фотографы, как только у кого-то появилось такое желание свою страну фотографировать и показывать. Плюс это место очень популярно среди паломников. То есть это и природный, и такой историко-культурный объект одновременно. Интересно наблюдать за тем, как в течение дня из-за света горы меняют свое обличие. Ближе к вечеру создается ощущение, что ты находишься на неизведанной планете. Этому есть объяснение с научной точки зрения. Горы отливают красивым розовым оттенком потому, что здесь, в Палеозойскую эру, зарождался вулкан. И плавившиеся в недрах горные породы вырвались наружу. Благодаря резким перепадам температуры, лава застыла в причудливых формах. С точки зрения, я бы сказал, такого геологического туризма, это очень интересно. Здесь, кстати, очень много интрузий кварца. Для нишевых туристов это место этим может быть примечательно. Просто офигенная картинка – это то, что привлекает сюда фотографов. Причем так получилось, что, учитывая то, что эта трасса практически центральная, куча россиян, которые едут куда-то на юг, они едут, допустим, на Тиньшань или вообще не в Казахстан, а куда-нибудь в Киргизию, они проезжают, видят по левому борту эти горы, сюда заезжают. И, как вот тут некоторые уже у нас в экспедиции говорили, Виталий, почему в России их бихтовата знают лучше, чем в Казахстане? Ну, это, в общем-то, проблема многих казахстанских достопримечательностей, что их знают лучше за пределами страны. Горы напоминают огромный многослойный пирог. Издалека может показаться, что подняться на вершину будет непросто. Однако на самом же деле восходить на гору – одно удовольствие. Идешь, словно по ступенькам. Наверху вид открывается великолепный. К слову, максимальная точка – полторы тысячи метров над уровнем моря. Самое интересное, что в дождливую погоду вода заливается в ячейки, и на солнце горы блестят, словно гигантские алмазы. Говорят, что если проползти вот под этими камнями и загадать желание, то оно обязательно сбудется. Поэтому посмотрим, насколько легенды правдивы. Чего не сделают желание искусства и зло желания. Для любителей приключений можно отправиться на поиски интересных камней, кварцевых кристаллов, топаза, мариона и даже горного хрусталя. У нас, к большому сожалению, времени не так много, поэтому оставим эту затею до следующего раза. Я люблю путешествовать, люблю природу, люблю историю, люблю все, что с ней связано, люблю природу очень сильно. Но я, познавая это все, в первую очередь познаю себя. Потому что человек абсолютно, вот я, по крайней мере, очень мало себя знаю. Казалось бы, ну, кто, как не я, знаю сам себя. Но я понимаю, что именно вот путешествуя, я открываю себя больше. Мыслюсь шире, рассуждаю больше. Я люблю писать, и это мне в писательстве помогает. Я обожаю фотографировать. Вот какой-то вот внутренний творческий потенциал меня вот к этому толкает. И вот это внутреннее изучение себя я открываю через путешествие. У нас предостаточно направлений, чтобы создать свою визитную туристическую карту страны. Главный фундамент – история и традиции. Поэтому многие опытные путешественники считают, что упор необходимо делать именно на этом. Кроме того, огромное восхищение у приезжих вызывают уникальные природные объекты. Это уникально. Не каждая, скажем так, страна имеет. Тем более там, как европейские страны. И наша ценность как раз-таки вот в этносе, в нашем, вот этнической теме и именно экотуризм. То есть у нас, по крайней мере, почему едут большой поток туристов в Киргизию? Потому что там минимум цивилизации, но максимум местной аутентичной культуры. То есть юрты, кочевые, как бы вот, джаляу, кочевые переходы. То есть они все это видят, они путешествуют на велосипедах. У нас это тоже есть, но оно настолько маленькое, что потенциал, как бы, на самом деле, потенциал этого Казахстана огромный. С местностью Бектауата, как мы уже говорили, связано много легенд. Мистики даже утверждают, что иногда над горами летают неопознанные объекты. А еще где-то неподалеку были найдены окаменелые следы ступней. Рост предполагаемого их владельца доходит до 10 метров. А верить всему этому или нет, решать, конечно, вам самим. Одно ясно точно. Приехав сюда, обязательно стоит провести фотосессию. Снимки получатся. То, что нужно. Для фотографов, да, здесь, ну, просто чудесные картины. Это, ну, вообще, по факту, это вулканическая такая структура. Это даже не вулкан, это так называемый Плутон. Плутон – это вулкан, который почти извергнулся, но не извергнулся. И здесь мы можем по территории горного массива видеть такие, как бы, линии, дайки. Это места, где магма пыталась выйти, но не вышла. Причем они могут быть вот от такого размера до примерно метровой ширины. Они могут буквально через всю гору проходить. В некоторых местах между скал встречаются небольшие равнины. Весной они наполняются талами и дождевыми водами. Подобные озерца можно встретить и на вершинах гор. Даже в самую жаркую погоду они не пересыхают. Вокруг Бектау Аты очень много есть археологических памятников. Но сама Бекта, Ата, она очень интересна по ландшафтной съемке. То есть, причем в разное время года. Есть очень много, скажем, локаций, которые в каждом, скажем, разном состоянии погодном. Они все время разные. Объект в свое время был при Советском Союзе. Там были пионерские лагеря. То есть, города Балхаш. И дети, и взрослые отдыхали в этих горах. Во времена Великого Шелкового Пути гора Бектау была своеобразным маяком, связывавшим север и юг. Здесь образовывались большие и малые поселения. Об этом свидетельствуют могильники с каменными оградами, которые напоминают усы. Их так и прозвали археологи. Усатые курганы. Расположенные неподалеку от Бектау Ата. В основном здесь покоятся знатные люди того времени. Ус одного кургана порой достигает 200 метров. Не все могильники еще исследованы. Возможно, в скором времени нам предстоит узнать еще не одну тайну местности Бектау Ата. Главный архитектор из здешних мест, конечно же, природные стихии. Фантастический пейзаж появился благодаря солнцу и бушующему степному ветру. Долгие годы они трудились точно ювелиры, чтобы высечь вот такие невероятные изгибы скал. Не забывайте о нашем конкурсе. Загрузите свое фото путешествия по Казахстану, укажите хэштег AcrossTheKazachLand и получите шанс выиграть ценные призы. Другие же говорят, что камни желания – это вот эти два. Чтобы желание сбилось, достаточно пройти просто между ними. Ну, чтобы укрепить наше желание, мы решили сделать то, как говорят те, то, как говорят эти. Удачи! Богата природа Бектауата. В его окрестностях встречаются редчайшие растения, занесенные в Красную книгу Казахстана. Один из них – копеечник Бектауатавский. Обратите внимание, что прямо на голых скалах растет арча – некоторые участки покрыты мхом. Создается впечатление, что это не живая природа, а картина, которую нарисовал талантливый художник. А вообще, когда они образовались? Есть ли какое-то дата или понимание? Как-то очень странно видеть просто одну гору посреди степи. Честно говоря, я не геолог, не геоморфолог, я не смогу на такой вопрос ответить. Но красиво, конечно. Да, это красиво. И вот по поводу еще одной такой направленности местного туризма, паломнический туризм – это вот пещера. У нее разные названия. Кто-то ее называет просто Улия, кто-то называет пещерой Атабека, кто-то называет ее пещерой Амангельды. Но суть одна – это пещера, которая с древних времен была каким-то объектом поклонения. Как и, в общем-то, любая пещера в Казахстане, которая каким-то образом повторяет строение человеческих органов. Она, в частности, женская в дальнем случае. Поэтому древние люди, у которых на эту тему не было никаких совершенно комплексов, они в эту пещеру приходили для того, чтобы проводить обряды поклонения культу богини Плодородия, богини Умай. И, в общем-то, там сейчас, конечно, очень сложно за всеми этими надписями современных вандалов что-то разглядеть, но я полагаю, что именно какие-то рисунки на стенах навели ученых на мысль о том, что там проводились эти самые обряды. Хорошо. Я думаю, спасибо вам за столь подробную информацию. И мы, конечно, сейчас поближе изучим эти горы. Спасибо вам. Удачи. Здесь повсюду в воздухе витают ароматы горных трав и кустарников, смородины, шиповника, жимолостей и таволги. Нередко сюда приезжают со сбором этих ягод. Стоит отметить и необычную фауну. В зарослях обитает редкий зверек, пятипалый карликовый тушканчик. Если повезет, можно даже сделать пару удачных кадров. Ценится бектауский край и у охотников. В горах водятся лисы, волки, корсак и архары. Есть также и сайгаки, но на них охота строго запрещена, так как эти животные находятся на грани исчезновения. Любители орнитологии с удовольствием могут понаблюдать за горлицами, иволгой, соловьями и шустрыми каменками. Песни главного горного солиста слышны по всей округе и не могут не тронуть сердца путешественников. Тайные загадки горы Бектауата с каждым годом привлекают сюда сотни туристов, романтиков, мечтателей и даже ученых. Собираясь в путь, не забудьте взять средства от комаров. Весной и летом их здесь несчетное количество. В районе есть родники, но лучше запастись питьевой водой еще в городе. Если вы приезжаете с ночевкой, теплые вещи вам как раз пригодятся. Даже летом в степи бывает очень холодно. Ну и, конечно же, еще один важный момент – удобная обувь. Чтобы лазить по скалам было не страшно. И тогда вашу поездку ничто не омрачит. На сотни километров растянулись степные живописные просторы Сараарки. На востоке – от гор Каркаралы, Кент, Кзларай до гор Улутал и озера Тенис на западе. От пустыни Бетпак-Дала на юге до берегов Яшима на севере. Щедро наградила природа это место. Так не хочется уезжать, но время не ждет. Мы обязательно еще сюда вернемся. Ну а наше путешествие продолжается. Следите за самыми последними нашими новостями в социальных сетях по хэштегу AcrossTheKazakLand. Оставляйте комментарии, отзывы, рассказывайте о своих захватывающих поездках. Мы движемся дальше. Скоро увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова